Вопрос. После принятия предрассветного завтрака, сухур, я вставляю аппарат для исправления зубов. Я не обратил внимания, что после чистки зубов на нем осталось некоторое количество пищи. Это привело к тому, что некоторые из остатков пищи попали вовнутрь. Должен ли я возместить пост этого дня? Ответ. Хвала Аллаху. Мусульманину, желающему поститься, следует чистить зубы с ночи, чтобы удалить остатки пищи между зубами и на них. Ему следует хорошо полоскать рот во время совершения малого омовения, чтобы как можно лучше удалить эти остатки. Если человек проглотил остатки пищи намеренно и при этом имел возможность выплюнуть их, но не сделал этого, то пост его нарушается. Если же человек проглотил остатки пищи ненамеренно, например, остатки он проглотил вместе со слюной и не смог вернуть остатки назад, то пост его верен. Он не обязан ничего возмещать. Одного, и да помилует его Аллах, сказал. Наши товарищи, шафииты, сказали, если между зубами осталась пища, то он должен удалить их ночью и очистить свой рот. Если с утра он станет поститься с остатками пищи между зубами и намеренно проглотит эти остатки, то пост его нарушается. По этому поводу между нами нет разногласий. Такого мнения придерживался Малик, Абу Юсуф и Ахмад. Наш довод тому, что пост его нарушается, в следующем. Человек проглотил то, что, обезопасив себя от нарушения поста, мог удалить, и в остатках пищи он не нуждается. Поэтому пост его нарушается так же, как и в случае, если бы он выплюнул остатки пищи в руку и после проглотил. Если же остатки были проглотчены вместе со слюной, ненамеренно, то сподвижники приводили разные мнения от Имама Ашафи. Некоторые сказали, что пост нарушается, другие сказали, что нет. Верное мнение, которое передало большинство, гласит, что возможны два случая. Тот, кто сказал, что не портится, имел в виду ситуацию, когда человек не смог определить остатки и выплюнуть их. Тот, кто сказал, что портится, имел в виду ситуацию, когда человек мог удалить их, но не сделал этого и проглотил остатки. Смотрите Аль-Мазмур, том 6, страница 317. Аллаху ведомо лучше.